МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вещами на улицу отца-одиночку выселяют из квартиры. Почему? Ремни безопасности есть на машинах, на сиденьях, посмотрите. Ни ремни безопасности, ни тахографа. Автобусы иностранцами задержали в Челябинской области. И в начале выпуска крупный пожар в Златоусте унес жизнь 82-летнего пенсионера. Там загорелся частный дом. Хозяин жилища не смог выбраться из полыхающего строения. Окна открыты, рядом лежат обгоревшие вещи. Это последствия пожара в частном доме в Златоусте. По словам соседей, огонь начал распространяться поздней ночью. Запах учуяли местные, вызвали пожарных. На место приехали огнеборцы. Во время разведки в одной из комнат нашли пенсионера 82-х лет. Его передали медикам. Соседи говорят, хозяин дома часто употреблял спиртное. Последнее время стал употреблять. Говорят, умер от непотушенной сигареты. И действительно, медики констатировали смерть мужчины. Предварительно он надышался продуктами горения. Было установлено, что пожар произошел на полу возле печи. Там обнаружен прогар. А печка накануне пожара не топилась. Поэтому причиной пожара мы все-таки рассматриваем. Наиболее вероятно, это неосторожность при курении. По словам медиков, погибший многократно лечился в психиатрической клинике, но был дейспособным. Сейчас на месте работают дознаватели. Они выясняют точные причины. Неоднозначное объявление под названием «Пацаны для драки» появилось на одном из популярных сайтов объявлений в Челябинске. Продавец предлагает услуги бойцов. Услуги оказывают парни. Судя по объявлению, в возрасте от 15 до 18 лет продавец пояснил, что если заказать одного человека на час, стоимость 200 рублей. А если несколько, действует скидка. Продавец заверил, бойцы профессиональные могут как запугать, так и избить человека. Свободные часы с 5 до 9 вечера. Не исключено, что этим объявлением сейчас заинтересуются полицейские. Напомню, в начале февраля в Челябинске на известном интернет-сайте решили продать маленькую девочку. Фотография ребенка появилась в разделе «Посуда». Причем автор оценил ребенка в 5000 рублей. На объявление сразу отреагировала полиция. Ведь речь шла о продаже несовершеннолетнего. После тщательной проверки выяснилось, таким образом решил пошутить старший брат малышки. С родителями провели беседу. С вещами на улицу отец-одиночка из Копейска вместе с маленьким сыном рискует остаться без крыши над головой. Дело в том, что его ипотечную квартиру выставил на торги банк за неуплату взносов. Однако мужчина уверяет, платил все исправно. Это долги бывшей жены. Как ипотечные квадраты превращаются в воздушные замки, знает Марьяна Лысенко. Шилов подал апелляционную жалобу. Просит решение суда отменить. Указывает, что суд нарушил его право на судебную защиту, лишил доступа к правосудию. Областной судья зачитывает апелляцию Юрий Шилов. Тот самый отец-одиночка сегодня истец. Ответчик банк. Копейчанин заметно нервничает. На кону единственная крыша над головой. Два месяца назад Копейский городской суд постановил выставить из родного дома Юрия и его 13-летнего сына. Ипотечные квадраты банк отсудил за долги бывшей супруги. Два года назад женщина ушла из семьи, оставив на память непогашенные взносы. Решение, более того, бесчеловечное. Не принято внимания, что у меня выложен личный средств в миллион рублей. Я никакого отношения не имею к банку, к ипотеке. Изначально семья Шиловых решила оформить семейное гнездышко на супругу. Ипотечный кредит составил два миллиона. Глава семейства внес без малого половину суммы. Остальное должна была погасить супруга. Однако после развода бывшая жена платить ипотеку нужным не посчитала. Чтобы сын подрос, ему на тот момент было 10 лет, и чтобы у сына была своя комната. Делай так, что половина тебе, половина мне. Она на себя оформила полностью. Проценты добежали до полутора миллиона. Несмотря на отдельные платежки по коммунальным услугам и выплаченной части ипотеки, под залог попала вся жилплощадь. И тут в Емиде не до исключительных случаев. Решение Копейского кредитского суда Челябинской области 13 ноября 2019 года оставили без изменения. Приговор суда фактически развязал руки банку. Теперь квартира вправе уйти с торгов, начиная с сегодняшнего дня. Поэтому отцу сынам остается ждать прихода приставов. Решение очень, мягко сказать, несправедливое. То, что я подал апелляционные жалобы, что оставили без изменения решение Копейского суда. Фактически я и мой несовершеннолетний сын остаемся на улице. Но Юрий сдаваться не планирует. В течение трех месяцев мужчина сможет обжаловать решение областной инстанции через кассационный суд. Из ипотечной ловушки он планирует выбираться вместе с адвокатом. Марьяна Лысенко, Кирилл Уланов, ОТВ Пьяный челябинец напал на пассажиров маршрутки с вилкой. Инцидент произошел в маршрутном такси номер 128. По словам очевидцев, мужчина начал приставать с разговорами к малышу. Ему сделали замечание. Челябинец пришел в ярость. Пассажиры вызвали полицию. Те, кому он угрожал, вышли на остановки. А Димашир продолжил дальше махать ножницами и угрожать другим пассажирам. Мама с ребенком написали заявление в полицию. Проводится проверка. И в продолжении темы дорожных происшествий. Две газели не поделили дорогу в Ленинском районе Челябинска. От удара одна из машин вылетела в столб электропередач. Есть пострадавшие. И это не единственное дорожное происшествие на Южном Урале. Подробнее расскажет наш корреспондент. Челябинск, улица Гагарина. Картина по-настоящему жуткая. Искореженные машины преградили улицу. По данным ГИБДД столкнулись две газели. Водитель одной из машин протаранил впереди идущий молотонник. От удара машина предполагаемого виновника аварии вылетела в столб. В результате аварии травмы получила пассажирка первой газели. Ее забрали медики. Добавлю, водитель, предполагаемый виновник, от медосвидетельствования отказался. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование. Снова Челябинск, перекресток улицы Агалакова и Гагарина. На кадрах видно, ВАЗ 12-й модели пытается успеть проскочить на желтый сигнал светофора. Но не успевает. В итоге удар. А вот этот дорожный конфликт произошел между таксистом и пассажирами. По словам очевидцев, две девушки и мужчина вызвали такси. Попросили их довезти до дополнительного адреса. Перевозчик якобы отказал в грубой форме. И даже будто бы выгнал из машины. Начался словесный конфликт. После все участники инцидента переместились на улицу. Завязалась драка. Пассажиры написали заявление в полицию. Инцидент там подтвердили. Правоохранители возбудили уголовное дело на таксиста. Добавлю, по словам полицейских, пассажиры были в алкогольном опьянении. Ремней безопасности есть на машинах? На сиденьях? Смотрите. Есть. Ремней безопасности не оказалось. И еще множество нарушений. Этот автобус с иностранными номерами задержали в Троицком районе. Решили проверить документы. Оказалось, водитель везет людей из Среднеазиатской республики в Челябинск. Внутри салона ехали 14 иностранцев. Оказалось, у водителя отсутствует еще и тахограф. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности за управление без тахографа по части 1 статьи 11.23, а также за управление транспортным средством при наличии неисправности по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Добавлю, нарушения исправить на месте было невозможно. Маршрутку развернули и отправили обратно. А пассажиры поехали в Челябинск на рейсовом транспорте. Денис Киселев, Эльвира Хафизова, ОТВ. Скандал между покупателями и продавцами крупной торговой сети разгорелся в Челябинской области. Клиенты заверили. На чеке вес каждого продукта после покупки был преувеличен на 200 граммов. Это видео сняли возмущенные покупатели. По словам клиентов, они пришли в торговую точку купить продуктов, набрали овощей и фруктов. Кассир назвал о сумму, но местным жителям она показалась завышенной. Покупатели решили повторно взвесить товар на контрольных весах. Каково было удивление, когда граммовка на чеке и контрольных весах отличалась на 200 граммов. К конфликту подключился администратор магазина, решила самолично проверить. Весы внезапно оказались исправны. А почему так сейчас сразу стало, когда мы обратились? Я не могу понять, почему как-то так быстренько, если граммов ушло. В итоге администрация супермаркета сделала возврат и отдала деньги клиентам. В общей сложности покупатели вернули 300 рублей разницы. Это были самые громкие происшествия за день. А я с вами прощаюсь. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Эльвира Хафизова. Увидимся на телеканале ОТВ. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова